Приветствую всех, друзья мои, с вами Базирио, канал FreshLife28, и сегодня в традиционной рубрике «Разбор полётов и истории Азамата» как похудеть на 63 килограмма. Поехали. Знаете что, друзья мои, сегодня я, наверное, не буду вас утомлять своей собственной болтовнёй. Дело в том, что Азамат шикарно подготовился к сегодняшнему ролику и ответил практически на все самые популярные вопросы. Он даже конспектировал весь свой процесс похудения. Скажу от себя только, что сегодняшний ролик посвящается тем, кто считает, что заняться собой и похудеть может только сын богатого олигарха. Азамату-34, он отец троих детей и работает водителем. И тем не менее, вот такой результат. Смотрите и слушайте, как он его получил. Встречайте. В общем, всем привет, ребят. Решил поделиться своей историей. Как так получилось, что почти чуть больше года, год и там и неделя, мне удалось сбросить 63 килограмма. Тут немножко поулыбаюсь, а то у нас опять хейтеры скажут, что люди, которые сидят на низкой углеводке, что-то у них всё печально. На самом деле всё не так, честно говоря, я впервые так вот записываю видео и, ну, чтобы максимальную информацию вам дать, я, в принципе, решил законспектировать и законспектировать, как всё это шло, весь вес я всё фиксировал каждый месяц, какие были, сколько на сколько уходил. Прежде всего, хочу начать с того, что хочу поблагодарить Антона Петрикова, Базилио, благодаря которому, в принципе, да, я начал новую жизнь. Начиналось всё банально просто, как и у всех людей, которые когда-то были жарабасами, да, по-другому не сказать. Так как сейчас, как я выгляжу, я, в принципе, выглядел 17 лет назад, то есть это был 2000 год примерно, при росте 166, где-то я весил вот так вот примерно. На данный момент у меня мой вес 62 килограмма. Ну, так получилось, что вот с 2000 года и по 2016 год, возьмём этот период, я набрал, набрал, как говорится, говномассы и весил в июле 2016 года, это вот сейчас фото, да, Антон вставит, я весил 125 килограмм. Ну, вы знаете, всё это набиралось, на самом деле, не так всё быстро, то есть за 16 лет получается, то есть начал я полнять, наверное, как раз таки с первого курса института, и ну, как-то всё было незаметно, на самом деле, там, килограмм в год, и как-то вот так становишься на весы, начинаешь понимать, что ты какой-то так, что-то в тебе меняется. И так вот год за годом, ну, как бы всё это, всё это, всё это и набиралось. Было, помню, на весах я вставал когда-то и 80 килограмм, я думал, а, всё нормально, ничего страшного, всё уйдёт. Но, как мы все понимаем, с годами обменка замедляется, и всё, что могло вам тело, скажем так, сжечь без последствий набора жира, ну, как бы всё это сжигалось, да, то вот чем мы старше становимся, тем наш метаболизм, обменка замедляется. Это факт. После 30 лет ещё больше замедляется. А, забыл ещё сказать, что мне 34 года. И последние лет 6, наверное, как вот это началась, это продажа разливного пива, как бы, скажем, в России, ну, примерно, у нас вот примерно так оно началось. Я очень часто стал злоупотреблять пивом. И последние 6 лет, я, можно сказать, его литрами пил, да, там, начиналось утро. Всё начиналось банально, на самом деле просто. Было 2-3 бутылочки в неделю, потом это переросло чуть ли не литрами каждый день. То есть, литр-полтора, это было, как бы, каждый день. Начиналось утро, ты ждал вечера, чтобы судорожно попить пиво. Ну, соответственно, если ты пьёшь пиво, ты покупаешь закуску к нему. Это всякие жирные, жирная рыба, в общем, чипсы, сухарики и всё остальное. Ну, естественно, я себе ни в чём не отказывал в плане еды. Я жрал всё подряд, по-другому это никак и не назвать. Потому что, ну, потому что думал, что всё пройдёт. Есть же люди, у которых всё едят, и они всё хорошо выглядят. К сожалению, я к таким не отношусь. Ну, понадобилось определённое время, чтобы к этому прийти, скажем так, да. И как-то, встав на весы, увидев свой вес, я просто, ну, просто обомлел. В 34 года так выглядеть. Ну, просто было тяжело. Что говорить? Те, кто страдает лишним весом, меня прекрасно поймут, что это значит, когда ты находишься, ну, как бы, когда у тебя такой-такой большой излишек, да? Это, ну, на бытовом уровне, на самом деле, это неудобно. Что говорить? Гореша, греха таить. Неудобно шнурки застегнуть там, неудобно. Ну, просто неудобно вжить. То есть, поднятие на третий этаж для меня стало просто невыносимо, честно. Я просто задыхался от того, что было тяжело. А дышка страшная. Про девятый этаж уже не говорю, что там. Ну, реально, это было очень тяжело. При таком весе, при таком росте, да, у меня рост 166, напомню, а был вес 125. Ну, просто позвоночник болел, постоянные боли в пояснице, да? Повышенная потливость, соответственно, да? И вся эта жизнь, да, и вот эта жара у нас... Я живу в таком, скажем, жарком климате, да, и у нас летом, летом температура до 40-50 градусов доходит. Ну, это просто невыносимо, на самом деле, потому что тяжело. Жара еще больше давит на сердечно-сосудистую систему, и как бы тяжело все это... В общем, тяжело быть жаробасом, что говорить. Не буду как бы греха таить на самом деле, жаробасом быть тяжело. А потом я просто в какой-то момент испугался, ну, во-первых, сахарного диабета, так как чем больше у тебя, скажем так, жира, да, жировой прослойки, тем у тебя очень большая вероятность приобрести сахарный диабет второго типа, да? Ну, и в какой-то момент, конечно же, все окружение говорило. Не в какой-то, всегда говорило все окружение, что, ну, блин, ты посмотри на себя там, как бы тебе столько лет, и ты так выглядишь, да? И, конечно же, это все задевало очень. Эти насмешки там, как бы все это, как бы на самом деле сказывается. И в какой-то момент, ну, в принципе, я до этого не пытался худеть, на самом деле. Ну, что-то было там 2-3 дня, но я даже не могу сказать, что это была какая-то диета там или все. Ну, можно сказать, что и не было, да? Ну, и в какой-то момент я как-то приехал к брату, встал на весу, увидел свой вес, этот 125 килограмм, и понял, что, ну, куда еще дальше? Дальше еще хуже будет, надо что-то менять. И я помню, начал свою диету. Я советую всем, ребят, введите дневник, потому что, ну, это, по крайней мере, будет вас мотивировать, вы будете с какого числа и какой вы будете фиксировать, сколько. Начал я 16 октября 2016 года, ну, первым делом я отказался от алкоголя. То есть, до этого я употреблял алкоголь и отказался от алкоголя. И питался, в принципе, так же, ну, как бы, а, исключил сахар, исключил мучное. И так получилось, что за первый месяц, вот я смотрю, этот, свой дневник, я потерял 9 килограмм. Ну, конечно, меня это очень вдохновило. О, классно, все такое, там, 9 килограмм минус, значит, я могу. Потом я решил, в общем, что я решил, а, я исключил белки и ел только углеводы, там, поливал соевым соусом и как бы вот так вот питался, да. И в какой-то момент вес остановился. Остановился и все, и больше не шел. Ну, как всегда у нас, ребят, у нас много всяких советчиков вокруг, которые тебе советуют, что лучше сделать, да. И кто-то мне сказал, что, типа, не ужинай, завтракай, обедай и не ужинай. Ну, я думаю, надо попробовать. И, в общем, начал. Завтракал, обедал и пропускал ужин. То есть, последний прием пищи у меня был, ну, 14.00. Прошла еще неделя. Я вам скажу, что, ну, вес не сдвинулся никуда. То есть, я, как и все, наверное, вы, может быть, пребывал в такой иллюзии, что похудеть, надо меньше жрать. Ну, на самом деле, это ошибка. Это большая ошибка, которая, которая очень распространена, да. Не получилось так, что когда-то, ну, слышала, тоже, опять-таки, люди советовали про дробное питание. Ты не ешь много, говорит, ешь по чуть-чуть, но чаще. Ну, другое дело это слышать, а и другое дело к этому прийти. Я помню, это был четверг месяц. Ой, четверг месяц. Четверг среди недели, в общем. Я как-то пришел домой после работы. Захожу в YouTube. Просто набираю дробное питание. Так получилось, что попал на Антона Петрикова, на канал Fresh Life 28. Ну, как-то понравилась заставка там, такой мужчина, такой атлетичный. Думаю, блин. И послушал его. И первым роликом, который я послушал, у меня было правильное питание для мужчины, не только, как похудеть к лету. Я его посмотрел, и ни хрена ничего не понял. Потому что я был, честно говоря, далек от этого всего. Там, что такое белки, углеводы, клетчатка и все остальное. Честно, я был далек, ребята, от этого всего правильного питания. Ну, просто реально далек. Я его посмотрел, это видео. Оно меня очень вдохновило. Ни хрена ничего не понял, естественно, с первого раза. Второй раз посмотрел. Раза три-четыре, ребята, я его посмотрел. Тогда начал он до меня что-то доходить. И помню, наверное, да, на четвертый раз я взял листок, ручку и начал просто конспектировать. Что такое сложные углеводы? Что такое быстрые углеводы? Что такое белки? Что такое жиры? И это был четверг. Но там есть такая ключевая фраза. Начнем новую жизнь с понедельника. И я такой думаю, ну, время есть еще подготовиться, в общем. И помню, как всегда, как и у всех, наверное, это воскресенье, я понимаю, вечер, завтра новая жизнь начнется, а контейнеров нету, ничего нету такого, что начать новую жизнь. Ну, в общем, поехал в супермаркет, приобрел все, что нужно минимально на неделю. И начал это, в общем, дробное питание, да, с понедельника, то есть на завтрак, это неизменно, на протяжении года у меня овсянка на воде, там, яйца, как источник белка, нужно использовать, кофе, там, чай, сахар, естественно, мучной, весь мусор я исключил сразу из рациона, трансжиры, в общем, все, все, все это осталось в прошлом. Все это я выкинул. И начал дробно питаться, то есть каждые три часа. А по поводу у ребят, читаю, читал под каждым роликом комментарий, там, а что ты ел, там, напиши, расскажи. Лучше самому к этому прийти, на самом деле, у вас не будет потом никаких вопросов. А еще совет такой, под каждым роликом Антону задает вопрос, в принципе, он всегда отвечает, и я всегда читал эти вопросы, всегда перечитывал все. Также на канале у него есть история ребят для похудения, кстати, разбор полетов, тоже советую всем пересмотреть, это очень вдохновляет. Меня тоже в свое время очень вдохновлял, я просто смотрел, думал, блин, классно же, ребята смогли, ну и как бы я тоже смогу, да. И ел каждые три часа. Да, поначалу, конечно, было непривычно. То есть, после того, что ты ешь все подряд, не разбирая, тут ешь отварную гречку. А по поводу того, что ты ешь. Гречка, естественно, из углеводов, это перловка, бурый рис, ну, правда, редко я его ем, на самом деле, как-то не очень, ну, не понравилось. Макароны твердых сортов, ну и пшено. В принципе, это достаточно из углеводов, я не знаю, там, для разнообразия достаточно. Не надо есть каждый день гречку, делайте разнообразие, да. Сегодня, например, день, там, гречки, допустим, ну, я не знаю, там, с пшеном или перловкой. То есть, разделяйте это в приеме пищи, да. Из белков использовал это в куриную грудку, в филе, сразу брал в готовом виде, без кости, без ничего, ну, не хотелось заморачиваться, потому что нефть было. Готовится она очень быстро, там, 15-20 минут вы отварите спокойно, и все. Так, из клетчатки, естественно, овощи, фрукты включайте в рацион. А по поводу фруктов, оговорился, нет. Фрукты, ну, сладкое, ребят, не ешьте сладкое. То есть, будьте есть сладкое, то, я не знаю, есть, из моего опыта вес останавливался. Из сладкого, ну, из фруктов я себе позволял, ну, зеленое яблоко, естественно, да, чтобы оно не сладкое было. Игры, фрукты, еще поначалу ел. И вот так питался, в общем, каждые 3 часа. Последний прием пищи у меня, а, 3 часа, каждые 3 часа я питался. То есть, как правило, второй прием пищи, ну, и третий, это было в 10 часов, в 7 часов завтрак, в 10, второй завтрак, я его так назову условно, в час давайте обедом назовем. 4 часа у меня был полдник, в 7 часов был уже ужин. Вот так вот питался, в общем. И так питался, питался, и вот за первый месяц дробного питания, вот я смотрю, у меня ушло около 6 килограмм. Ну, думаю, как бы нормально, 5-6 килограмм уходит в месяц, все устраивает. А по поводу подсчета калорий, ребят, не заморачивался, не считал. Зачем это считать? Просто для себя начните с определенной, как бы, порции углеводов, белков, да? Соотношение БЖУ, конечно, соблюдайте. В каждом приеме пищи, за исключением того, что у вас ближе к вечеру вы будете исключать углеводы, как бы, включайте полные, как бы, белки, углеводы вот должны присутствовать в рационе. Второй прием пищи, это был какой-нибудь углевод, белок и клетчатка. Третий тоже прием пищи был такой же, четвертый прием тоже пищи был такой. Вот так вот все шло, 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 и первый месяц ушло около 6 килограмм, второй месяц тоже около 6 килограмм ушло, вот смотрю. Третий месяц тоже около 6. Потом как-то вес начал, ну, потихоньку спадать, ну, то есть уходить стал медленнее. Ну, это тоже, опять-таки, из роликов Антона, я уж не помню какой. Ребята там говорили часто, или Антон отвечал что-то. Угли до обеда, углеводы до обеда. Ну, думаю, ну, попробую я этот, с четвертого приема пищи, которая в 16.00, просто взять и исключить углеводы. Ну, это, как правило, была клетчатка и белок. Куриная грудка и салат. Можете там, я не знаю, стрижковую фасоль, если это зима, использовать там. Ну, в общем, все, что такое замороженное, как бы можно использовать, да? Ну, из клетчатки, естественно. В 7 часов это неизменно. На протяжении года у меня был и есть и сейчас. Это творог обезжиренный. И, ну, грейпфрут я когда-то ел. Сейчас яблоко зеленое крошу и как бы наедаю все эти. Вот так, вот так, в общем, питался. Ничего сложного-то нет, на самом деле. Самое сложное, ребят, здесь только одно. Из всего вот этого всего, это только одно. Это начать это все дело. Это самое главное начать. Изменить свои привычки. Конечно же, все на вас будут смотреть поначалу странно. Как так там, ел все подряд, а теперь с собой еду возят, как будто эти взгляды там. Ну, ребята, это вам всем решать. Как бы в вашей жизни вам это решать, да, как вы хотите. По поводу корпоративов, там, вечеринок, день рождения. Честно, я и просто избегал этого всего, потому что когда у тебя нет результата, люди тебя не поймут. Они тебе скажут, да ладно, хорош, братан, что ты паришься? Ешь, давай, что-то все нормально будет. Ну, я строго придерживался всего. Никаких читмилов, ребят, не было за год. И даже нет желания никакого-то читмил. Зачем? Ты и так ешь сытно. Ты сытый. Тебе начинает хотеться есть к концу третьего часа. Я не видел смысла в этих читмилах. Ни разу ни на что не срывался. То есть, привык к этой еде, привык к этому питанию. Я вам скажу, что без всякого лукавства, как бы это сейчас не звучало, да? На самом деле, рецепторы меняются со временем. И та же овсянка на воде, та же гречка на воде или куриная грудка, просто отваренная в воде, она кажется вам очень вкусной. По поводу того момента, что некоторые люди говорят, что я не могу так питаться, у меня нет времени, да? Ребят, не делайте культ из приема пищи. Допустим, второй, третий прием пищи или четвертый вы будете на работе, это занимает максимум каждый прием пищи 10 минут. 10 минут вы всегда найдете времени, если вы курильщик, да? Сколько раз вы уходите курить? 10 минут для приема пищи вполне достаточно. Вы поели, как бы и дальше функционируете. То есть, я в какой-то момент просто действительно понял, что раньше я... О, обед там, ё-моё, там условия какие-то нужны, обязательно с 12 до часа там, и все такое. 10 минут хватает поесть и дальше функционировать. И все. Еще такой момент главный, да? Тоже опять-таки из ролика Антона это все подчеркнул. Три главных фактора для того, чтобы похудеть. Это... Первое, это дробное питание, чтобы разогнать свой обмен веществ. Второе, отсутствие скачков инсулина. Ну, это достаточно ровный гормональный фон. Высокий сахар. Нет липолиза, низкий сахар. Если у вас вы будете голодать, то энергосбережение... Режим энергосбережения организм включится. Он не даст вам дальше похудеть. Поэтому очень важно поддерживать сахар на одном уровне. Также советую тем, кто начинает новую жизнь, пойти сдать кровь на сахар. И гликированный гемоглобин я еще ходил, сдавал, чтобы знать, какой у меня сахар. И третье условие, это дефицит колоража. Ну, это понятно, я думаю, да? Тут ешь меньше, чем твой организм потребляет. И от себя еще бы я бы добавил, наверное, три таких, скажем так, важных условия. Во-первых, огромное желание, ребят. Не держится все на силу воли. Сила воли, это значит, вы... Ну, вы просто терпите. Такого не должно быть. Огромное желание. Второе, это терпение. Не надо торопиться там, быстрее-быстрее все согнать. Вы же не сразу все это нажрали, правильно? Я, ну что, я за 16 лет это все наел, да? Говномассу. И третье условие, это терпение. То есть терпение, не торопите события. А, еще вот такой важный момент тоже расскажу. Я так же, как и вы все, наверняка, хотел сразу пойти в зал. То есть побежать в зал сразу там, давайте мне там быстрее, там бег, там все такое. Ребят, ну, посмотрев ролики Антона, я просто понял, что пока не стоит торопиться. В принципе, за два года, за год этого всего новой жизни, я так и не пошел в зал, потому что вес у меня стабильно уходил. Он потом уменьшился, но 5-4 килограмма уходил в месяц. Не вздумайте тоже сразу использовать какие-то жиросжигатели. Делайте все поэтапно. Я сделал все поэтапно. Я до сих пор не использовал никакие жиросжигатели. То есть ни липотропики, ни термогеники. В общем, ничего не использовал. Хотя тоже очень хотелось поначалу, быстрее от этого всего избавиться там. И все такое. Ничего я это не использовал. Так, что еще? Бег, кардио. Ну, поначалу еще бывало там что-то, размин какое-то дело, отжимания, приседания. Ну, и все, больше ничего такого не делал. То есть весь успех лежит в том, чтобы наладить питание. Бесполезно. Пока вы не наладите питание, вы не сможете похудеть. Будете топтаться на месте просто и все. Смысл съесть сникерс, а потом 40 минут его на кардио отрабатывать. Я не вижу смысла никакого. И ваша жизнь просто качественно меняется. Проходит определенное время. А, в качестве бонусов вы получите то, что... Ну, лично в моем случае я полностью сменил гардероб. Полностью просто вообще. Все. Все выкинул. С вещей. Полностью сменил гардероб. Это так классно. Идешь в магазин, и ты можешь выбрать вещь, которая тебе нравится, да? Когда ты... Джарабас. Скажем так, у тебя выбора мало. Это будет таким хорошим бонусом, да? То есть, вы можете вот так вот сделать все. Вас перестанут узнавать окружающие. Те, кто рядом был, конечно, будут вас узнавать, да? Они вас видели, как вы худели. Они, знаешь, они в теме, и они все слышали. Они все видели. Люди, которые вас не видели год, ты им будешь там, о, привет, там, как дела? А он просто не понимает, замат, это ты, что ли? То есть, просто люди реально не узнают. И каждый день так происходит, на самом деле. И спрашивают, как ты это сделал? Что это сделал? Ты, наверное, не ел? Ты, наверное, бегал? Нет, ребят. Я просто питание наладил. И у всех вот эта иллюзия в голове, что если ты жирный, нужно бегать и идти в зал. Я до сих пор еще в зал не пошел. На самом деле, у меня сейчас все это промежуточный этап. Может быть, последние 2-3 килограмма сожгу, пока организм дает. Но вес, кстати, все замедляется. Уход веса замедляется с каждым месяцем, с каждой недели. И как бы вот такие вот дела. А, еще по поводу того, что, конечно же, за все это, за весь этот период, я раза 3 корректировал питание. Ну, в плане уменьшал углеводы, естественно. Потребности тела становится меньше в углеводах. Я потихоньку их урезал, углеводы. То есть, в граммах там урезал. Смотрел потом по неделе. Ага, сколько ушло? Ушло килограмм там, полтора, ну, нормально все. То есть, голодать тоже не надо там. Если вы будете чересчур там, больше второго часа, скажем так, после приема еды, вам хочется, захочется очень сильно есть, то вы будете медленнее худеть на самом деле. То есть, вот такие дела. И просто добавлял где-то углевод, где-то уменьшал. Все. Как бы весь секрет в этом. И я скажу, наверное, я стал даже есть больше, чем раньше. Потому что это не привычно на самом деле пять раз в день питаться. Бывало так, что... Ну, я сидячий образ, я сидячий образ, я водителем работаю. Бывало так, что я с утра завтракал там, ну, возможно, как и многие из вас, да, там, печенька, там, бутерброд и чай, и бежал. Даже не обедал ничего, и как бы итог вечера, обильный ужин. Все. Это прямой путь к ожирению. То есть, пропуски завтрака. Это все. Это как бы один из главных приемов пищи, это что-то завтрак. Да, и если вы его пропускаете, организм с самого начала уже включает режим энергосбережения. А вы должны понять, дать, как говорит Антон Тушки, что все у тебя хорошо, мой дорогой, не надо ничего запасать, как говорится, используй все, как... используй весь, все ресурсы. И вот как бы так вот все происходило. Ну, в планах что? В планах пойти на массонабор, набрать качественный рельеф тела, ну, в общем, сформировать себя. И дальше как бы заниматься этим железом, да? То есть, вести такой спортивный образ жизни, потому что более осознанный возраст, ты по-другому к этому относишься, ты себя прекрасно чувствуешь. И вот эта, скажем так, в кавычках, «правильная еда» на того не стоит. Я имею в виду неправильно, а вот эта еда, которая продается в наших магазинах. Правильное питание, оно очень простое. В принципе, за год я не ел ничего жареного, ничего, не умер. Как говорится, функционирую все. Все вопрос привычки, ребят. Все вопрос привычки. Просто начните новую жизнь с понедельника, как говорит Антон, и все у вас получится, на самом деле. Если у вас нет проблем, скажем, с гормональной системой, как говорится, если у вас нет широкой кости, и типа наследственности, когда это как любимая привычка отмазываться, да? Я так же в свое время говорил, да у меня наследственность, а там отец полный, там широкой кости, и все остальное. У меня, наверное, какой-то сбой в организме. Тоже где-то из роликов «Фантома» до 98% этого не бывает. Просто все зависит от вашего питания. Наладите питание, и это ключ к успеху. Так. В принципе, наверное, практически все сказал. А, такой еще важный момент, тоже напомню. По поводу воды. А воду я... И сейчас, и тогда пью где-то около 4 литров в сутки. Тоже вопрос привычки. Привыкните, и все у вас получится. Ребят, в общем, нет, как бы, не то, что никого не слушаете, да? Посмотрите все ролики Антона, на этом канале, в принципе, есть все. Все для того, чтобы просто похудеть. Вам не надо ничего придумывать. Если какие-то возникают вопросы, у него всегда можно это спросить в ролике, под роликом, да, в чате. Он всегда отвечает, в принципе. И ребята там очень много вопросов задают. То есть, все, в общем, есть на этом канале. Начните новую жизнь с понедельника. И не бросайте ее. Все у вас получится. Не слушайте никого, кто не разбирается в питании, и который пытается что-то вам советовать, да? Они сами в этом, возможно, не разбираются и пытаются вам что-то рассказать, да? И всем всего хорошего. Спасибо за внимание. Всем удачи. Начинайте. Самое главное начать. Начните новую жизнь, ребят. Оно того стоит. Начните новую жизнь, и все у вас получится. Ничего сложного нет. Сложность только одна. Сложность только начать. Вы начнете, вы изменитесь, вы придете к своему совершенству. Вы будете просто хорошо выглядеть. И она того стоит. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok